МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он поднимется до 18-23 градусов. Каких-то опасных метеорологических явлений в ближайшие два дня мы не ожидаем. Солнечная погода позволит продолжить работы по реконструкции перекрестка Калинина и Тенисты. Там сейчас устанавливают новую полосу движения. Специалисты уже подготовили подушку и установили бордюры. Какие изменения переделка внесет в движение троллейбусов и когда автомобилисты опробуют новую полосу, знает Ольга Туманис. Работы на участке идут грандиозные, но при этом совершенно не мешают движению. Новая проезжая полоса будет шириной в 4 метра плюс 2-3 метра тротуара. Дальше территория торгового центра. Переоборудованный перекресток станет похож на пересечения театральной и рабочей. По завершении работ здесь появятся два островка безопасности до и после перекрестка. Зеленая зона шириной в 4,5 метра отделит основной магистраль от новой полосы, благодаря чему здесь сохранятся и растущие деревья, и троллейбусные опоры. Однако три столба все-таки придется демонтировать. Те, что попадают в зону будущей проезжей части. Установку новых проконтролирует троллейбусное управление, чтобы позже правильно перемонтировать сети. Все работы специалисты проведут ночью, так что перебоев в движении рогатого транспорта не будет ни сейчас, ни позже. Троллейбусное движение не будет изменено, так как контактная сеть остается на прежнем уровне, ничего не меняется, только меняется схема крепления спецчастей контактной сети. Остановка также будет стоять, где она сейчас находится по улице Калинина. Закончить переоборудование перекрестка подрядчики должны до 15 октября. Однако опробовать новую полосу в этом году автомобилисты не смогут. Укладка асфальта мы планировали после 15 октября, возможно, если погода не помешает, то после 15 нет, но на следующий год. В любом случае в этом году развязка открыта не будет, даже если мы уложим асфальт, но все равно это все дело перекрывается. Это требование госавтоинспекции. В связи с реконструкцией необходимо полностью поменять режим работы перекрестка, знаки, светофоры и разметку. На это нужно время. Да и по удлиненной тенистой пока ехать некуда. Сейчас она упирается в тупик стройку. В работу новая часть дороги включится только в следующем году. Ольга Туманец, Денис Луков, программа «Город». Сколько детей вы планируете родить и владеетели иностранными языками? Это и многое другое, спросят у амурчан сотрудники службы статистики. С 1 по 31 октября по всей стране пройдет микроперепись населения. В Преамурье за первые 4 дня уже опросили 16% от запланированного. Приставку «микро» эта перепись получила потому, что охватила лишь 2% населения страны. Отдельное домохозяйство, выбранное случайно, чтобы оценить современный состав населения России. Отличить специалистов будет просто по удостоверению, светроотражающему браслету и синей сумке с надписью «Росстат». Эта перепись впервые проводится с помощью планшетных компьютеров. Это дает экономию бюджетных средств по вводу информации. Ну и, конечно, улучшается качество самой информации, так как первичный контроль заложен в программе. Обновилась и анкета. К стандартным вопросам о возрасте и поле в микроперепись включились совершенно новые. О состоянии здоровья, источниках дохода и планах на количество детей в семье. Всю информацию переписчик будет брать исключительно со слов респондентов. Никаких документальных подтверждений предоставлять не надо. Итоги подведут в начале следующего года. Сведения будут использовать для разработки различных социальных программ. С 12 октября из Благовещенска в Москву и обратно начнет летать компания «Вимави». Она заменит «Трансаэро», в отношении которой начинается процедура банкротства. По предварительной информации, расписание полетов останется прежним. «Боинг-757» на 220 пассажиров будет садиться в Благовещенском аэропорту ежедневно в 8 часов утра. Влет в Москву утвержден на 10 утра. При необходимости компания готова увеличить количество рейсов. Тем, кто приобрел билеты «Трансаэро» на даты после 12 октября, необходимо переоформить их на рейсы компании «Вимавиа» без доплаты. Где и как это можно сделать, станет известно позже. Кроме того, три рейса в неделю в Москву с посадкой в Екатеринбурге будут выполнять уральские авиалинии и один рейс компании «С-7». Профессиональный праздник отмечают сегодня сотрудники уголовного розыска. В этом году службе исполняется 97 лет. Впрочем, свой день большинство полицейских не отдыхали, провели его на работе. Точно так же, как герой нашего следующего сюжета Антон Лукьянчук. С одним из лучших представителей уголовного розыска побеседовала наш корреспондент. Вы уже думаете об этом деле? У меня оно не уходит из головы. Какие ваши соображения? Запутанная история. Майор полиции Антон Лукьянчук на роль Шерлока Холмса хоть и не претендует, но запутанных историй и в его работе больше, чем достаточно. В органы мужчина пришел в 2003-м по стопам братьев. С тех пор ищет правды в самых страшных преступлениях, направленных против личности. Сколько их уже раскрыл, считать не берется. Зато профессиональным секретом делится охотно. Если не переживают за раскрытие преступлений, всегда лицо устанавливается буквально в сутки вдвое. Вот это всегда. Если начинают переживать, что, допустим, там тяжело будет искать кого-то, потому что такая обстановка, там свидетелей нет, там никого нет, места пустынные. Начинают переживать, и преступления зачастую раскрываются маленько подольше. Ежегодно его отдел по особо тяжким раскрывает до 90% преступлений. И это несмотря на то, что злодеи делают все, чтобы их не нашли. По методам заметания следов преступниками, современным Шерлоком впору самим писать детектив. Следы крови затирают краской, чтобы избавиться от отпечатков, поджигают дом. Порой от убийц полицейские находятся буквально на волосок. Один волосок оставленный преступником на капюшоне зимней куртки. Благодаря этому было раскрыто убийство, когда еще у нас в городе были горные заведения. Но лицо никаким образом не относилось к подозреваемым, никаким образом не относилось ни к событию. То есть он был ни с кем не знаком абсолютно. И устанавливать его личность было очень тяжело. Впрочем, нет ничего тяжелее, чем сообщать о несчастье родным. Поэтому делать это как можно реже – самое частое пожелание, звучащее в День работника уголовного розыска. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город». А еще сегодня свой праздник отмечают представители более безопасной, но уж точно не менее важной профессии – учителя. Прославить их через интернет на всю страну предлагает Министерство образования. Федеральные чиновники организовали флешмоб на сайте Минобра. На ресурсе сформирована интерактивная лента с поздравлениями учителей от всех желающих. Оставить в ней свое сообщение легко, нужно опубликовать в соцсетях фото или видео с любимым педагогом. И присвоить ему хэштег «Любимый учитель». Следует указать его место работы и полное имя. Самые интересные фото будут представлены в Кремлевском дворце. Их покажут во время концерта по случаю праздника. Рев мотора в гонке на скорость и, конечно же, много музыки. Благовещенские байкеры закрыли мотосезон 2015 масштабной вечеринкой. Но нашему корреспонденту мотоциклисты признались, этот праздник для них самый грустный в году. Благовещенские байкеры закрытие мотосезона устроили на картодроме за городом. Площадка небольшая, поэтому размещались кто как сумел. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Денис Китаев – свободный байкер. Один из самых молодых в тусовке. Не по возрасту, по статусу. За рулем двухколесного всего несколько месяцев. А для себя выбрал раритет – Днепр 91-го года. Таких больше не выпускают. Завод давно закрыли. В русских мотоциклах души больше. Потому что они требуют, чтобы к ним прилагали руки. Все время с ними как можно чаще находились. Поэтому русский мотоцикл. А японский, американский мотоцикл, он не ломается, он стоит себе в гараже и ждет, когда ты на нем поедешь. Внимание! Марк! Быть байкером – это не только уметь красиво постоять на фоне мотоциклов или как следует пожечь резину. У них и свои конкурсы есть, и даже гонки наоборот. Кто медленнее проедет? Главное условие – не касаться земли ногами. А еще мотоциклисты – это сборник всевозможных примет и суеверий, которые суровые мужики в косухах трепетно соблюдают. Заднее место – оно для женщины, для моей любимой. Поэтому сзади только члены моей семьи ездят, больше никто. Мужчин я там не вожу. Шлем не должен падать. Ой, да там много. Заранее хочется говорить, куда едешь, загадывать наперед я не люблю. Закрытие сезона для мотоциклистов – праздник грустный, а потому формальный. На деле обратный отчет до новых выездов байкеры начнут, когда загонят коня на зимовку. А в гараж двухколесные отправятся только, когда дороги покроют наледью. Так что еще пару недель благовещенцы послушают рев моторов. В минувшую субботу благовещенцы буквально атаковали центральную площадь. Стройные очереди возле торговых палаток чем-то напоминали советские. Правда, дефицитом здесь и не пахло. Просто ярмарка выходного дня закрыла летний сезон. Наш корреспондент по такому случаю встала в выходной пораньше. Ну вот, набрали картошечки. В горожанке Ольге Тиженковой постоянно говорит ее сельское прошлое. Для всей ее семьи доморощенные овощи, значит, лучшие. На последнее в этом году ярмарке запасается не медом и соленьями, а картошечкой. Мне нравится. Я вот каждую субботу приезжаю. Сразу много и наберу, конечно. Где картошку, пирос, помидорчики. Сейчас мы тру и редисочка свежая. Ну, в общем, конечно, очень хорошо, что вот эту ярмарку сделали. Она очень хорошая. И людей тут всегда много. Даже если погода плохая сегодня, и то. Впрочем, Ольга оказалась не единственным довольным покупателем в этот день. Ажиотаж на центральной площади наблюдался со сне утра. И не скажешь, что суббота, да еще и хмурая. Да побольше бы таких ярмарок. Чтобы работали в осенний период. Всю неделю. Потому что крестьяне сегодня готовы поставить любую продукцию, востребованную, экологически чистую для жителей города. И так далее. Они сами себе готовят и так далее. Нравится, конечно. В этом году ярмарки выходного дня работали в центре города с июля. За прошедшее время ассортимент товаров успел заметно измениться. С прилавков исчезли рассады и ягоды. Поубавилось свежих овощей. Им на смену пришли законсервированные. Сельхозпроизводители прошли сезон с полной отдачей. Нет, проделать уже все его. Потому что уже ассортимент у нас уже последний. Вот все, что осталось, нас уже устраивает, что мы успели все. Ну, в основном хорошо идет перец, арбузы. Арбузы закончились, потому что у нас как бы все наши постоянные клиенты уже знают, какие они вкусные, сразу их разбирают. Теперь любителям домашних и экологически чистых продуктов ждать придется до следующего лета, когда ярмарка выходного дня возобновит свою работу. Кристина Коширина, Андрей Белый, программа «Город». Эфир программы продолжит рубрика «Время спорта». Чем запомнился минувший уикенд любителям активного образа жизни, расскажет Юлия Мишурнова. А я с вами прощаюсь и напоминаю, наши новости доступны на сайте tv-город.рф. А позвонить в редакцию всегда получится по телефону 52-42-02. Приятного вам вечера и до встречи. Добрый вечер, в эфире «Время спорта». Клубу «Благовещенск» покорился очередной спортивный пьедестал. На прошлой неделе его игроки стали лучшими в городском первенстве по футболу. В решающем матче со счетом 5-1 они обыграли «Макс Интер» и таким образом оказались первыми среди 11 благовещенских команд. В федерации футбола поделились. В следующем году формат состязания изменится. Его проведут в два круга. В их планах также устроить на будущий год традиционный турнир «Подснежник», который предварительно стартует в феврале. Итоги же сезона уходящего подведут 9 октября. В этот день в общественно-культурном центре состоится пресс-конференция с благовещенскими футбольными клубами. Начало в 17 часов. Вход по пригласительным. Готовься они летом, а воркаут-площадку осенью. Видимо, так решили благовещенские турникмены. Закрытие уличного сезона они отметили открытием нового спортивного комплекса на территории первого лицея, что на Тайване. Почему это случилось в самый разгар осени и кто из местных ребят по такому случаю решил установить свой личный рекорд, расскажет Анжелика Павлова. Стульчик, склепка и перышко – одни из самых сложных трюков. Они подвластны только профессиональным турникменам, которым и досталось честь закрыть сезон стрит-воркаута на новой площадке. Последнюю же открывали пионеры этого вида спорта. 11-летний Даниил Виденчук замахнулся поставить собственный рекорд по отжиманию на брусьях, но до запланированных 35 раз не дотянул. Руки перестали слушаться на 23-м счете. Я почувствовал слабость уже в 11-м разе. Потом, когда начали больше делать, уже хотелось идти на рекорд, поставить свой личный, ну и посоревноваться с ребятами, побольше сделать. Набор оборудования на площадке стандартный. Брусья и турники для подтягиваний трюков разной высоты. Впрочем, обкатали их совсем не спортсмены и вовсе не на открытии. Задолго до турникменов здесь пробовали свои силы ребята из первого лицея. И это трудно не заметить. Ребята приходили, занимались. Это видно уже сегодня открытие, а краска уже, как мы уже общаемся с турникменами, они говорят, видно по турнику, что он живет тем, что подходишь к нему, и уже краска стертая в определенных местах. Эта площадка стала десятой по счету в Благовещенске. И в том, что она открылась в самый разгар осени, активисты движения «Стритворкаут» не видят ничего странного. Площадки открываются тогда, когда они открываются. Это лучше, чем через год. Она открылась сегодня, это замечательно. Еще один доступный спортивный объект в Благовещенске, бесплатный, где может заниматься любой желающий. А через пару недель профессиональные турникмены и любители уйдут с уличных площадок. Зимой они будут тренироваться в клубе полезного действия, что в АОДНТ. Там для спортсменов еще в прошлом году установили все необходимое оборудование. Самые интеллектуальные спортсмены провели на выходных чемпионат города по русским шашкам. И хотя участников собралось немного, всего 10 человек, это оказалось больше, чем в прошлом году. В последнее время в шашки приходят молодые самоучки. А вот детей в этом спорте, к сожалению, нет. Секция для самых маленьких в Преамурье всего одна. Между тем плюсов у интеллектуального спорта масса. Это умение считать в уме, логические мыслить, учитьчивость. Это такие кассы, которые в школе помогают. Ну а для того, чтобы на высоком уровне добиться результата, надо кроме шашек еще в каком-то спортивном кружке заниматься детям, я имею в виду. Чтобы хорошо выступать, нужна физическая форма в шашках. Все потому, что партия здесь может длиться до нескольких часов. Лучше всех совладать с утомлением на соревнованиях удалось Александру Елакову. Он занял первое место. Серебро досталось Александру Ликину. А бронза – единственной женщине на турнире Татьяне Цитриной. Более полутысячи благовещенцев приняли участие в осенней легкоатлетической эстафете. Второй год подряд соревнования носит имя преподавателя благовещенского физкультурного техникума Григория Белоуса. 29 сентября 2013 года он трагически погиб, подготавливая один из этапов эстафеты. На старт в этот день вышли представители 55 команд от благовещенских школ, вузов и СУЗов, а также профессиональных и иных коллективов. Благопогода массовости только способствовала. Весь путь участников – это порядка 2,5 километров – разбили на 10 этапов, начиная от 170 до 530 метров. В итоге выяснили, что самые быстрые девушки учатся в 10-й школе, БГПУ и ПИД-колледже. Парни из последнего тоже отличились, как и ребята из АГМА и 14-й школы. Победителями среди взрослых стала женская команда ОЦРС и мужская из ООО «Система и сети». И на сегодня это все. С вами была Юлия Мишурнова. Увидимся через неделю во время спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова